Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды. Так, у нас закончился турнир и мы с тобой забираем награды. Так, ага, Лига Мастеров, Топчик у нас, не забывай, и мы с тобой получаем все награды. Так, Леонардо оригинальный, у нас 50 ДНК, то есть мы его сможем прапать и 75 платиновых осколков. Так, друзья мои, быстренько бежим с вами куда? Я не знаю куда, наверное, в магазин для начала. Давай откроем бесплатно колоду. Ну, здесь ничего интересного у нас не ждет. Задания я все выполнил. Так, в магазине, что у нас с тобой есть? Так, здесь мы взять ничего не можем. По жетонам, 97 жетончиков у меня. Так, кстати, е-мое, Леонардо аж с перебором у нас, 127 ДНК из 100. Тогда мы будем с тобой делать следующее. У нас есть Донателло. Классика. Поэтому начнем искать, точнее не искать, а копить, копить ДНК именно на него. Ну что же, отлично. Так, а по жетонам у нас с тобой все очень плохо. 65 штук всего лишь, это мало. Так, по боевке, друзья мои, смотрим. Сегодня у нас турнирная арена, естественно, будет и на ней будет разыгрываться на этой неделе, как я посмотрю, Донателло оригинал. Что у нас по испытаниям? Классическая бойня. То есть это будет у нас, насколько я помню, черепашки, да? Черепашки, Рокстеди. Ну, оу, 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 крэнк даже здесь будет. Ну, и девча сила. Всем прекрасно знаем, что она из себя представляет. Для нас лично это представляет просто мордобойню. Мы ее проходим на изи. Но самое интересное, что будет усиление технодрома. Это, соответственно, крэнк, которого я как раз-то ищу и собираю. Ну, и платиновая тут у нас союзники. Это я уже не знаю, что там будет. Так, ну, осколки я, понятное дело, соберу за кадром. Что у нас по списку? Давай смотреть. Так, друзья мои, я спрашивал, да, кого мы будем прокачивать. И голоса немножко разделились. Кто-то захотел, чтобы я прокачал Джастина. Но большинство, большинство, друзья мои, проголосовали именно за Змейка Вьюна. Не знаю, чем они это все дело мотивировали. У обоих есть массовые атаки. Причем две. Но большинство именно за Змейка Вьюна. Поэтому, друзья мои, мы его и поднимаем по рангу. Так, а у меня хватит всего-то. Так, сюрикены есть. И осколки есть. Ну, с Богом, как говорится. Змейка Вьюн, ты долго к этому шел. И теперь я тебя поздравляю. Ты в нашей платиновой лиге. Это очень круто. Ну, кстати, согласись, да? Я все-таки Змейка Вьюном чаще пользуюсь, чем Джастином. Но в последнее время Джастин тоже как бы начинает у нас с тобой проявляться в некоторых боях. Ну что же, все у него прокачано до шестой ступени, как ты видишь, все скиллы. Поэтому качать мне его не придется. Ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво, друзья мои. Леонардо оригинальный. У нас получается с собой последнюю пятую золотую звезду. Но не сейчас. Потому что не хватает мутагена. Сам видишь, нужно десятища, а у меня всего лишь шесть. Ну, это ничего страшного, потому что у нас, естественно, турнирная арена. Естественно, ребята, мы с вами попробуем бустануть. Но я тебе скажу, следующее видосик выйдет не сегодня, когда я все это делаю, а завтра. Потому что уже время позднее, и мне через полтора часа идти на работу. Так что давай, не будем с тобой лишний раз тут рассусуливать, а сразу приступим к бою. Идем в самый хвост нашей команды. И вот эти вот ребята начинают открывать сезон битвы. Конечно же, это два бибопчика. Точнее, два. Ну да, два бибопа и рокстеди. Погнали. Пумс. Не выбили из колеи. Так, отлично. Положишь? Положил. Эй, приуспокойся, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха-ха, шуршит она здесь. Все, друзья мои, замечательно у нас получается. Первая карта, как мы знаем, разминочная. Как и все остальные 10, которые будут впереди. Надеюсь, сегодня у нас с тобой получится буст. Я немножко, правда, задержался на часок, так скажем. Но я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Так, слушай, 11.11. Давай попробуем с тобой сразу что-нибудь посерьезнее найти. Может быть, 11.12. Не, не хотите мне давать? Многие опять скажут. Рэй, зачем ты так делаешь, когда ты можешь кнопочку обновить нажать? Еще раз, в сотый миллионный раз объясняю. Ребята, если я нажму кнопку обновить, у меня игра вылетит на рабочий стол. Вот и все. Поэтому мне приходится вот именно через стрелочку назад. Так, погоди. Куда ты лезешь, Лео Космос? Вот видишь? Вперед, батьки. Значит, короче, я так понимаю, на этой неделе, друзья мои, в конце этой недели мы еще с тобой прокачаем Донателло оригинал. И что же у нас тогда получится? Что все оригиналы будут прокачаны? Ну, на самом деле, это круто. Оригиналы мы прекрасно знаем. Очень мощные черепашки. Поэтому я нисколечко не буду жалеть, если они у нас с тобой прокачаются. Вопрос только в другом заключается. Как бы нам их с тобой подтянуть до более высокого уровня? Ведь очень много нужно мутагена. Но еще не забывай, что прокачивать скиллы нужно. А это, соответственно, нужны детали. Но ничего страшного, ребят, как-нибудь прорвемся. Я не говорю, что это все будет быстро и легко, но постараться можно. Так, давай что-нибудь посерьезнее найдем. Вот, видишь, Хасанчик нам помог. 12-13, отлично. И я смотрю, уже 25-е уровни пошли. 25-е, а у нас 35-е. То есть мы всегда с тобой будем на 10 уровней впереди. Но пока. Потом все может кардинально измениться. Ну что же, поехали. Так, Пит. Ну, давай, Кирби, с тобой попробуем забомбить. Да, что-то как-то не этого я ожидал. Тихо, 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 Кирби. Ты ведь не будешь хилять? Нет, не будет. Он не успел. Так, 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 так. Ну-ка, завалим, интересно, Баксера. Изи. Шикарно. Так, Майки, успокойся. Ну, что-то тут свои пляски, танцульки. Это уже поздно делать, понимаешь, поздно. И тебе, Рафаэль, тоже поздно тут кулачки свои распускать. Ну-ка. Нет, не положил. Пит все-таки, друзья мои, слабый. Слабый, не тянет он. 22-21 уровень. Ну, Лео Космос, естественно, вырубает. Так, отлично, друзья мои. Двигаемся дальше с вами. Кстати, заметь, мы с тобой неплохо бустуем, потому что уже мы уходим из Лиги Воинов. Верно? Верно. И переходим на ранг Элита. Ранг Элита. Так, здесь у нас 12-13. Давайте что-нибудь посерьезнее. Вот, 12-14. Это Мария. Марабелла, наверное, видимо, да? Так, ну что ж, давай тогда с Марии начнем. 29-й это Крип уровень имеет. Но это его никак не спасет, потому что, ну, мы уже пришли к 40-м. Представляешь? Шенигами имеет 40-й уровень, но без прокачки скиллов это все равно же как 25-й. Ну, что-то типа того. Поехали. Вызываем Они. Неплохо он бомбанул, но не добил. Вот этот удар я обожаю у Кесси. Такими. О, вот этот я еще не использовал. Ну-ка, давай. Бух. Слушай, прикольно. Очень прикольно бомбит. Гидрант вот этот вот. Тихо-тихо-тихо-тихо. Лео, успокойно. Ну что ты? Ну что ты, красавчик? Ай, Крип еще туда же лезет. Смотри, несмотря на то, что он маленький, но все-таки повесил замедляшку на нас всех. Хотя уровень всего лишь 29-й был. То есть, Крип довольно неплохо пробивает и делает некислый дебаф. Ну все, Лео, фильм у нас отдыхает. Ну, а мы с собой продвигаемся дальше. Тут, как говорится, уже и Самураи недалеко, да? Где Самураи, там и Сегуны. Ну-ка, посмотрим. Да, Элита 2 звезды. Отлично мы с тобой идем. А вот здесь уже, наверное, скорее всего, немножко притормозим. Потому что 96-й ранг. Вряд ли мы с тобой 100 ступенек сможем пролететь. Хотя хотелось бы. 12-14. А давайте мне что-нибудь там типа 12-15. Вот такое можете мне подкинуть? Не хотите, да? В принципе, я не сомневался, что вы мне не дадите. Ну, надежда была. Нет, друзья мои, не хотят давать. Ладно, придется играть по их правилам. Ну, что возьмем с собой? Наверное, Олега? Олега пускай будет с нами играть. Тут, я смотрю, 20... Он, короче, на месте стоит. Мы с тобой таким макаром сейчас улетим. Наверное, туда, где у нас будет 60-й уровень. Он до сих пор будет тут на 30-х топтаться. Хан. Так, ну что, наверное, с него как раз мы и начнем. Хотя лучше с Майки. Нет, я хочу Хана подбить. Майки сейчас, конечно, сделает усиление. Это все понятно. Если успеет. Тут я смотрю, что-то у него инициатива хандрит. Нет. Вот он берет преимущество. Начинает свои пляски забавные делать. Но мы его... Ой, не того я ударил. Две гранату бросим. Пумс. Лежат с копом, ребята. Ну, тут все великолепно получилось. Ну, сам понимаешь, да? У нас только лишь уровень преобладает. Из-за этого мы, конечно, здесь разруливаем всю эту ситуацию. Шутя. При других обстоятельствах я бы локти кусал. И позиция... Ну, видишь, да? Я тебе говорил, что мы притормозимся. Потому что 96-й ранг. И как бы сразу его проскочить на 3 звезды. Это... Это чересчур. Это перебор. 13... Нет. Вот если бы был у нас 13-15 противник. То мы бы с тобой, конечно, шаганули бы. Вперед. Ну, а так, видишь, топчемся пока. И уже у противника, как ты можешь заметить, 33-й уровень. У нас 40-й. То есть, делай выводы. Уже есть определенная опасность. Если у врага прокачаны скиллы. Причем все. И очень здорово. То мы можем с тобой здесь так всосать, что мало не покажется. Вот поверь мне. Ну, будем надеяться, что он слабак. Так, иммунку повесил. Хм. Давай-ка я попробую. А, зачем баллон? Ну, у нее уже иммунка. Господи. Ураганчик, давай, Макман. Запусти в них, пожалуйста. И все. Да, Макман в свое время был у нас фаворитом. Это так, года два назад, да? Когда он у нас получил... Когда он у нас вообще появился, да? Получил определенные навыки. Я его называл Топотун. Потому что у него к ноге приклеился люк канализационный. И он именно им давил врагов. Так, ну что. Я, наверное, возьму... Давай Димку возьмем. Я хотел вначале он там с вами взять. Я думаю, зачем нам брать какого-то там зарубежника. Если у нас есть наш родненький Димка. Так, ну что. Ой. Ой. Я уже представляю. Тут Кожеголову сейчас сделает свою супер-пупер-подкатку. И все. И они отдуплятся все. Ну, для этого еще надо дожить. Потому что тут Крэнк сходит. Он у нас вообще по инициативе. Насколько я помню, Кожеголовый ходит самый последний. Шикарно. Так, вызываем дурачков. Это Рокстеди и Бибоб. Они падают из другого измерения. И сразу двоих накрывают. А может быть даже Кожеголовый и ничего не сделает. Потому что Крэнк может их всех... Да. Добить. Так что... Хм. А раньше у нас Кожеголовый все-таки успевал. Делать подкатик. Ну. Кстати, да. Я сейчас вспомнил, что Крэнк-то у нас будет. Эх. Чуть-чуть прокачиваться. На этой неделе. Потому что на него идет ивент. Ну что. Я нас поздравляю. Мы уже с вами в самураях. Мы уже в самураях. И... Слушай. Давай что-нибудь там 13-17. Можешь мне... Во. Во. 14-17. Вообще замечательно. Это у нас Мухаммед. Опять же повторюсь. Очень что-то много как-то Мухаммедов. В этой игре. Может быть это один и тот же. Меняет картинку. Аватарочку ему. Да. Ну что же. Орлы. Давай начнем с осколков. Надь вам. Так. Рафаэль. Жги по полной. Да ладно. Что ж такое происходит. А что они какие-то слабенькие. Так. Посмотри. Эх. Слышу бы конечно массовую атаку. Вот эту вот крутилку. Которую он делает. Да. Вертушку его. Было бы не... Подожди. Я не понял. Что такое? Что за фокусы? Сейчас еще слышим не положат. Эй. Завязывайте. Ребята. Ага. Защиту сделал. Берем провокацию. Угу. Вот теперь попробуй пробить нас. Подж... В плане... Еще и хиле... Эй. 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 Тихо. 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 Родные мои. Что-то вы тут... Я смотрю разбушевались. И мне это совсем не нравится. Ну-ка давай его накажем. Вот. Отлично. Ах ты. Ах ты что делаешь. Вот так вот он может пробить нас. Да. Тут не поспоришь. Давай. Бартанем. Да что тебя. Так. Что-то какая-то сильная команда попалась. 40 уровень. Ага. Ну правильно. Ты в плане 40 уровень. Мы только лишь 45 и 48. А он уже 40. Так. Друзья. Тихо. Он может нас так догнать. Противник-то. По уровню. Что-то мы с тобой хандрим. Ну. Если они даже приблизиться. Нам придется с тобой брать. В нашу команду. В нашу команду кого-то из имбы. Обычно мы с тобой так делаем. Когда чувствуем, что пахнет керосином. И чтобы нам с тобой не терять. Как говорится преимущество. Идем. И делаем с тобой кардинальные меры. Так. Энди. Митчел. Ну. В общем. Я не знаю кого здесь брать. Возьму кто послабее. Это будет у нас наверное. Женька. Да. Возьмем с тобой Женьку. И. И уровень у него слабенький. Так что я не расстраиваюсь. Ребята. Там 37-й, 39-й. Даже 40-ки нету. А у нас уже как говорится полтиннички с тобой вовсю. Так что давай-ка попробуем. Быстренько с ними разобраться. Так. Ну. Майки как всегда в своем репертуаре. Другого я ничего не мог предположить. Давай-ка вжарим лучом по мухе. Ничего и тут. В плане. Ну. Ну. Ну что такое. Что за команда слабачей. Я не могу понять. А у них усиленная атака. Ты не забывай об этом. Так. Слушай. Хм. Наверное нам придется брать провокацию скорее всего на Донателло. А он вы. Тихо. Лишь бы выжил. Блин. Постепенку еще повесили на него. Это плохо. У нас что нет вообще массовых атак? Нету. Прикинь. Я бомблю какой-то фиговиной. Так. Рукс иди упал. Эй. Давай хоть попробуем поджечь их. Ну. Ну хотя бы так, ребят. Да ты достал. Ваня. Успокойся. Блин. Майки тут еще. Ё-моё. Бумс. Донни пока стоит, ребята. Стоит. До последнего. Как ты видишь. Ваню. Блин. Ну уронить не могут Ваньку. Господи. Ну. Есть. Так. Давай молот. В кого? Попробуем этого, наверное. Бибопа накрыть. Тыч. Ну хотя бы броню ему сбить. Иди ты нафиг. Он хиляется что ли или нет? Нет. Он повесил иммунку. Слушай, вы достали уже. Я серьезно тебе говорю. Молодец. Спасибо тебе. Аллапекс. Все-таки она сделала месть. И валуном. Давай, Рокс. Иди. Бомбани его. Е. Слушай, я чуть немножко не погорячился. Да? Я думал, Донни простоит. Ну как бы. Он в принципе простоял. Но все его атаковали. И он молодец. Не дал, как говорится, никого в обиду. Жертвуя собой. Так. Ну а мы с тобой в самураях уже две звезды. И 51 позиция. То есть через один бой мы с тобой окажемся в Лиге Самураев. Да. Три звезды. Ну что же. Тут берем, конечно же, 14-17. Тут не обсуждается. И будет это Эдуард. Эдик, значит. Да? Ну-ка. Раз, два, три. Ну, видишь, опасность какая. Массовые атаки есть. Массовых атак есть. Одна у Леонарда. У Крипа идет замедляшка. Хила у нас с тобой только лишь от Эйприл. Да справимся, я думаю. Если что, Шредера подключим на Хил. Ну, я думаю, что до этого дела не дойдет. Леонарда у нас, наверное, скорее всего пойдет как провокатор. А, нет. Крип. Крип пойдет как провокатор. Потому что я буду замедлять врагов. Да. Так, ну здесь мы вот это вот сделаем, чтобы активируем. Вот. На всех, короче, да? Тихо, 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 родной. Что ты творишь? Вот они гаденыши что делают. Делаем массовую атаку. Удар волной. Тьфу. Шикарненько. Так, теперь. Хилят. Мы пока с тобой никого не будем. Будем просто бомбить, отковать. Так. Ах ты, Эйприл. Вот. Прошивка-то. Давай, короче, мы с тобой вот так замедлим. В плане только... Игра хорош. Все мне портить. Она ведь или одного только замедлила. Так, хорош плевать. Слушай, у нас... Нет, отхилл висит. Отхилл висит. Так, к этому крышка, я думаю, пришла, да? Окей. Возьмем, наверное, с тобой... Нет, не буду я брать провокацию. Ну, не вижу пока смысла. Ух, а что это у нас? А что это Шреддер-то подорвался после Леонарда? Я что-то не врубился. Что такое было-то? У него же вроде как мести нету. Может быть, какая-то взаимопомощь там у них идет. Ну, я имею в виду по пассивке. Так, ну-ка, шипы. Так, ну, в принципе, Микеланджело должен быть крышка, да? Попробуем бросить Саи. Тю-тю-тю-тю. Ай-яй-яй. Топотун. Минус майки. Ай-минус. Топотун. И... Что это за фиг... Такая була осталась, я не могу понять. Что это тут за... Светлячок летает, елки-палки. Ну что же. Все, идеальная победа, как ты видишь. Отлично. Я, если честно, не увидел, чтобы у нас с тобой работал хил от Шреддера. Как-то вот не обратил внимания, если честно. И мы с тобой уже на самурах 3 звезды, 95-й позиции. То есть нам предстоит с тобой сделать, видимо, два боя, чтобы перейти... Куда? Конечно же, все. Но куда еще-то? Так, слушай, давай попробуем с тобой выбить 14-19. Здесь, конечно, нам дадут такую прелесть. Я вижу пока 14-18. Это максимальный предел. Скорее всего, так оно и останется. И я беру... Оу! Алексей, Алешенька, сынок. Это 44-й уровень, да? 43-й. Слушай, ну, я тебе скажу честно. Тут опасно. Опасно. Разрывчик небольшой. Поэтому берем с тобой имбового персонажа. Например, Железного Голова. Но... Но не забывай, что он ходит самый последний. Поэтому мои персонажи должны выжить. До того момента, когда сходит. Или я путаю? Нет, я не путаю. Давай сделаем дебаф для начала. Так, понизили атаку. Ой, по-моему, ребятушки приплыли. Красиво. Красиво. Вот смотри, Хан сделал, да? Понижение защиты. Там кому-то понизил атаку. Но ты прикинь. Массовый удар от Железного Голова по ослабевшим противникам. Вот это прекрасная комбинация была. Ну что же. 46-я позиция. То есть мы сейчас с тобой еще боек сделаем. И мы уже будем... Все, гунах. Так. 15-19. Я возьму, наверное, Винлоуса. Наверное, правильно или неправильно сказал? Не знаю, ребят. Винлоус, короче, здесь. Ух ты. А здесь уже серьезный, серьезный разрыв. Всего лишь в 1-2 уровня. То есть мы идем на равных. Причем здесь тоже голда. И как бы я немножко пужаюсь. На всякий случай я возьму здесь еще... Ванюшу. Ну, как бы для прикрытия. Потому что... Нельзя недооценивать нашего... Как тебе сказать? Противника. Я ведь не знаю, как у них там по прокачке все идет. Верно? Верно. Давай сделаем, наверное, дэнс на повышение атаки. Так. Змейковью. Ну-ка. На хлопучих. Тыч. Так. Понизили атаку. Лео. Значит, мы с тобой добиваем, наверное. Ага. Фигушки там. Добили, конечно. Ну, он тоже начинает, конечно же, плясать, выпендриваться передо мной. Не знаю, зачем. На тебе. Гранату, фашист. Так. Ну-ка, вот так вот сделаем. Бумс. Да ладно. Отмывается. Ну, отмывайся. Что тебе это даст? Ровным счетом ничего. Бумс. Да ладно, Монтес. Ты чего? Ой. Ой. Тут уже не до шуток. Вот об этом я тебе и говорил. Видишь, что он сделал? Бомбанул. И у всех моих персонажей практически пол здоровья снес. Не было бы Змейковьюна, например, бы Иваньки. Я думаю, что мы не справились бы. Ну что. Вот и Сёгун. Ну что, попробуем с тобой перейти в Сёгун 2 звезды. Хотелось бы в идеале в 3 звезды, но... Всё зависит от того, как пойдёт. Так, берём с вами Злого. Это Злой, да, у нас тут впереди. Раз, два, три, четыре. И я возьму всё-таки вот так вот, ребят. Сто процентная имба в виде одного Леонарда. А его здесь и достаточно будет. Как раз отыгрываем с тобой сломеньких персонажей. Поехала вертушка. И все ребятушки ложатся в баньки. Ну, а мы с тобой, конечно же, продвигаемся дальше. Чем быстрее мы с тобой дойдём до топчика, да? Тем больше мы с тобой будем получать наград. А чем больше наград, тем, конечно же, быстрее идёт у нас прокачка ранга. И уже 50-е место. Не знаю, хватит ли нам сейчас одного боя с тобой. Постараемся, конечно, как-нибудь тут выкрутиться. Можно, конечно, попробовать найти что-нибудь посерьёзнее. Ну, вряд ли, да? 15-20 это. А вот, 15-20 мне дали. Опять же, Мухаммед. Вот это чём я тебе говорю. Здесь я возьму, естественно, Усаги. Раз, два, три. И надо кого-то брать для подстраховки. Это по-любаську. Это будет у нас, скорее всего, Джастин. Да, наш пучеглазый монстрик. Полуосминог, полукот, полуфиг поймёшь кто. Но довольно-таки забавный. Ну, давай, Усаги, покажи, пожалуйста, на что ты здесь способен. Что ты можешь сделать. Но он, вообще-то, на самом деле, может много чего сделать. Вот, например, вот так вот. Господи. Он великолепен. Просто великолепен. А от Усаги я меньшего и не ждал, если честно. Даже несмотря на то, что он бы не повесил постепенно урона. Ты видел, да, что он сделал? Просто всех разворотил. Но, как видишь, мы не пришли с тобой. Всё-таки, всё, две звезды. Ещё нужно будет нам с тобой сделать один бой. Берём с тобой, наверное... Опять Мухаммед? Да что ж ты будешь делать? Сколько вас тут развелось-то, Мухаммеды? Эй. Харе, может быть. Я ничего, конечно, против не имею, но... Так, а чё это у нас с тобой... Да ну, не может быть. Ооо, как печально-то. У нас с тобой персонажи заканчиваются. То есть, я не доберусь, да? До Лиги Сигунов, три звезды. Давай. С залпом. Бамах! Оу. Выстоял. Прикинь, жиробас Бибоб у нас с тобой выстоял против валуна Армагона. Вот так вот. Я вообще считал его самым таким, ну, ватным. Но он выдержал удар. Так, шестьдесят пятая позиция. Так, сколько у нас с тобой бойцов осталось? Давай посмотрим сейчас. Артём. Вот, берём Артёмку. Ти-ти-ти. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять. Так, подожди, а вот это что? Это что за ранг? Серебро, что ли? Я не могу понять. Ну да, платиновый вот так вот смотрится. Нейтрализатор. Четыре звезды серебряные. Ну, по поводу него переживать не стоит. Так, поехали. Начинаем. На-ти-ка вам. Ой, карайка. Господи. Вот, вот, вот. Смотри, сейчас все упадут. По идее, должны. Трич. Ну, естественно. Баксер Стокман, извини меня. Чуть ли не топовый у нас персонаж по массовым атакам. Извини меня. У него вызов маузеров. Смертельная волна. С повышением. С наложением постепенного урона. То есть, такой довольно топовый персонаж. Так, ну что, мы с тобой переходим. Да нет, никуда мы с тобой еще не переходим. Так и тусуемся еще до сих пор. Бойцы у нас заканчиваются. Так, ну здесь я возьму однозначно, наверное, Франческо. Франциско. Франческо, скорее всего. Раз, два, три. Ай-яй-яй. У нас с тобой все, 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 все. Заканчиваются, заканчиваются у нас бойцы. То есть, я еще специально сделаю последний бой. Заключительный. Чтобы два моих бойца все-таки отыграли. Здесь катку. Не хочу, чтобы они там стояли, обделенные, как говорится, боем. Точнее, боем. Так, что мы с тобой тут? Да, не знаю. Провокацию, в принципе, не стоит брать. Зачем? На тебе. Ой-яй-яй. Выпендриваться. Давай вот так вот бафнемся с тобой. Хоба. И на. Так, Доня, добьешь, нет? Ну, добил. Одно урок, кстати, оставили. Как говорится, пожалел он его, да? Ну, вот и все. Так, и последний, друзья мои, каточка. С использованием кого? Ну, можем... Так, попадем. Да. Сёгун, три звездочки, друзья мои. Сёгун, три звездочки. И мы с тобой... Ну, давай возьмем Димку. Димку возьмем с тобой. Раз, два. Три. Там, я не знаю, четыре. Пять. Вот такую вот команду мы с тобой сделали. Как ты можешь понимать, что... Шансов на выживание у них нету. Вообще нету. Даже, несмотря на то, что я не буду уклонения, ребят, применять. Просто буду массовыми атаками их атаковать. И, скорее всего, вот эта смерть их пришла. Трич. Всё. Идеально мы сегодня с тобой прошли арену. Никто у нас не упал. Я вообще забыл, честно говоря, когда у нас в последний раз кто-то падал. Проходим довольно-таки хорошо и легко. Сорок седьмая позиция. Ещё бы чуть-чуть, да? И мы бы могли с тобой улететь в Лигу Мастеров. Нет, можно, конечно, это сделать, потратив откаты. Но зачем? Пока мы этого делать не будем с тобой. Так, ребят, я бы с удовольствием прошёл какое-нибудь из испытаний. Но, к сожалению, время поджимает. И вот я максимум, что я сейчас пройду. Это набью осколочки. И всё. И всё. И пойду. Арбайтон. Этот видосик, скорее всего, выложу уже завтра. Подожди. Да, хорошо, что я сюда зашёл. Да, надо нам... Угу. Вот так вот. Ну что, Лео, поздравляю тебя, родной мой. Ты получил пятую золотую звезду. И раскадровка. Это новая же у него, да? Леонардо прыгает между панелями, ударяя врага. С вероятностью 25% вызывает блокировка исцеления на один ход. То есть, он может запретить хил. И сразу мы можем с тобой... Оп, вот так вот, пассивочку просто... Тик. Ну, не буду я прокачивать. У нас немножко другие цели пока, ребята. Немножко другие цели. Мы с тобой вот Джастина... Так, а у Шердера-то мы прокачали же, да? Ага, мы прокач... Как бы тебе сказать, не прокачали. Мы нашли нужные нам элементы, но нам не хватает мутагена. 12500 нужно, а у нас всего лишь 10 тысяч осталось. Хорошо. В следующей серии мы ему апнем. Последний скилл на шестую ступень. Ну, а с вами будем прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok